Театральный Капустник организовал Дом культуры молодежной и провел его на сцене Театра культуры Родина. В Капустнике приняли участие четыре театральных молодежных студии. Чердак из Дома культуры молодежной, зеркало городского театра, глобус Сочинского университета туризма и курортного дела и образ Центра культуры Родина. Вот уж воистину, театр вечно молод. Мы оказались за кулисами в поисках ответа на один вопрос. Что было бы с миром, если бы не было театра? Было бы скучно на самом деле. Заняться нечем было, творчески развиваться как-то. Если бы не было театра, у меня бы не было вот такого замечательного бантика. Мне кажется, люди, они жили бы без своих мастер. Я считаю, что театр по логическому своему вообще всему должен был появиться в любом случае. Потому что, скажем так, вся история, вся-вся всего мира, скажем так, связана с какой-то игрой. Поскольку зрительный зал был полон молодежи, то как раз для них была сценка об истории театра от Авидия Демиерхольда. Удачно обыграв фразу «театр начинается с вешалки» и, несмотря на все революционные преобразования и модернистские течения, ребята показали, что неувидаемой классикой остаются Шекспир и Чехов. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, на скачках, шашками. На сцене надо жить. Что же значит для каждого из нас театр? Театр – это радость, театр – это жизнь, это стиль жизни. Открываются глаза, по-новому смотришь на искусство. Да, ты можешь увлекаться искусством, смотреть на это, но когда ты это через себя прочувствуешь, прошел через это все, уже по-другому на это все смотришь. А может, вовсе не надо искать ответ на вопрос, нужен ли театр, будет ли он жить в веках, ответили студийцы, играя на сцене, что вся жизнь театр, а мы – актеры.